Девушки отдыхают А то, когда упадет последний лист, я умру Возможно ли такое? Умирать от того, что листья падают с этого проклятого клена? Альянтин Петрович, я вас прошу, пожалуйста, поговорите вы с ней Вы мудрый, вы нас многому научили Одиннадцать Десять Девять Восьмой Семь Шесть Пять Когда-нибудь я напишу свой шедевр Открой штор Открой, пожалуйста, штор Сегодня у нас в гостях режиссер-постановщик Екатерина Уварова, художник-постановщик Ирина Дрофа и актриса Хадижа Байрамкулова. Добрый день! Добрый! Здравствуйте! Екатерина, это ваша дипломная работа, довольно-таки очень смело для студентов, 24 года и режиссер-сценарист Алла Сурикова оставила у вас очень хороший отзыв. Расскажите вообще о самом фильме и почему для дипломной работы выбрали жанр драма? Для своего фильма я очень долго искала рассказы. Я перечитала тысячи книг, перечитала множество именно коротких рассказов. И мой выбор остановился на Угенри. То есть как я люблю это вспоминать. Я закрыла книгу и я остановилась. То есть у меня как вокруг все замерло. И я поняла, что этот рассказ по-настоящему тронул меня. И проник прям до глубины души. Поэтому выбор остановился на этом. И драма подходит под мое состояние тогдашнее. И я считаю, что за счет фильма я много что преодолела, много что какие-то свои эмоции перекрыла и выпустила их. Насколько я понимаю, сам рассказ о Угенри, он из прошлого века. То есть вы перенесли это в наше время, в современное. Раскрытие об этом очень интересный факт. Да. Угенри писал в 19 веке. А мы поставили себе такую цель написать, адаптировать рассказ под 21 век. Мы взяли современных героев, которые могут жить с нами по соседству. Мы заменили плющ на клён. Заменили врача. И адаптировали все действия героев под современное время. То есть это обычные художницы из провинции, которые приехали в Москву покорять Москву. Собственно, как и мы все здесь. И этот рассказ, на наш взгляд, должен был получиться более приближённым к современному зрителю. Может ли сам фильм быть отражением непосредственного характера режиссёра, как творца и создателя съёмочного процесса? Да, конечно. Я и сказала, что этот рассказ проник в меня, то есть проник до глубины души. И за счёт него я выпустила свои эмоции. То есть это жанр драма, который вам ближе по душе? Да, но я буду пробовать себя и в других жанрах. Будете ломать стереотипы, да? Да. Покольно. Ирина, расскажите нашим зрителям вообще о работе художника-постановщика и чем занимаюсь именно на этом фильме? Пожалуй, самое главное, что должен сделать художник-постановщик, это, так скажем, собрать воедино, создать атмосферу. И чем мне нравится, например, сотворчество с Катей, что это именно сотворчество всегда, мы начинаем работать на этапе, когда появляется сценарий, или даже его может ещё не быть, а есть только, например, синопсис. И моя задача создать вот этот вот образ, увидеть картинку в голове, после чего я начинаю гей делиться с Катей. И мне нравится этот процесс, когда я слышу, например, когда режиссер мне говорит, ты мне надела глаза. Это потрясающее ощущение такого признания именно соавторства. То есть вот моя работа — это увидеть, какие у нас будут локации, увидеть, какие будут костюмы, какие, в принципе, могут быть лица. Ну, здесь такой тонкий момент, здесь очень много чего диктует именно режиссёр. Но важно, чтобы мы вместе смотрели в одном направлении, и пока это получается. А бывает такое в вашей работе, что на съёмочной площадке приходится создавать там декорации, буквально из-за ничего из каких-то подручных материалов, когда соответствующих нет рукой? Ну, пока это story of my life, можно так сказать, потому что это студенческие работы. У нас не такой большой бюджет, не так много возможностей выбирать. И мне нравится это, потому что это всегда момент для импровизации. То есть в этом есть некая такая... это жизнь. Это всегда живо, когда нужно вдруг... Бывает даже, что есть из чего создавать, но, например, локация не позволяет что-то к чему-то крепить. И вот нужно, грубо говоря, всегда импровизация, всегда быстро должно происходить, и это здорово. И всегда работает творческий мозг у человека, что-то новое придумывается. Да. Хорошо. Хадижа, ваша героиня в фильме, она такая довольно-таки драматическая роль. Расскажите, как вы, почему выбрали именно эту роль? Ну вообще изначально, когда я... ну мне прислали сценарий, я прочитала, я как-то так... ну и что? Ну и что дальше? Ну как-то у меня такое отношение какое-то было. Не удивило, да? Да. Ну не то, что не удивило. Я не сперва... ну не понимала вообще, что режиссер хочет сказать. Когда я начала уже читать, я начала видеть образ, и мне понравилось, что там как бы не очень много слов. И всю вот эту боль, и какое-то такое нежелание жить надо было через глаза передать. И мне кажется, это сильное бывает, когда ты смогла передать зрителю через глаза, что ты хотела сказать. Ну вот, и меня как-то это зацепило. Ну многие актеры, они довольно-таки такие суеверные люди, у них есть определенный табу, там не играть какие-то роли, даже в ущерб своим гонорарам, там не играть болезнь, не играть смерть. А у вас такая роль, прям девушка прикованная к постели, она вот прям умирает. Как вообще вы к этому относитесь? Суеверны ли вы вообще лично? Нет, я не суеверна. Мне кажется, тоже зависит от суеверия. Если ты суеверный человек, то в принципе от этого... Ну не знаю, если бы я была бы суеверна, естественно, я бы не сыграла бы эту роль и как-то с опаской на все это смотрела. Но, слава богу, я не суеверная и как бы приняла участие в этом проекте. Ну то есть в принципе готова вообще сыграть любую роль, да? Да. То есть каких-то там табу нету? Нет табу, слава богу, нет. Ты когда идешь в эту профессию, ты, мне кажется, должна быть готова. Потому что ты должен осознавать весь масштаб, да? Да, и суеверие тут ни к чему, это только будет мешать. Ну а у вас бывало такое, что вы вживались в какую-то роль? Потому что есть такие примеры очень многих актеров и известных мировых актеров, которые вживались в роль, принимали образ мышления, потом очень долго выходили, какая-то там депрессия была и все остальное подобное было у вас? Знаете, я сама по себе такой человек, что у меня бывает, что я люблю иногда погрустить, пострадать. И мне это с какой-то стороны даже близко было. То есть, ну не то, что близко, я не скажу, что это я прям это как-то от этого образа долго отходила, там или еще тому подобное и так далее. Но были моменты где-то после съемок максимум несколько дней, когда я еще была в этом образе. То есть, ну так, вот нотка такого юмора, наверное, я от этого образа взяла то, что там она почти постоянно лежит, вот. И я тоже любитель уже полежать. Даже были такие случаи, когда Хадижа вставала с кровати на солнечной площадке, а ей говорили, ты что тут делаешь, иди лежи. Блин, ты встала, иди ложись. То есть, я как-то так, ну это смешно было. Екатерина, расскажите, как вот начинающему студенту, только что окончившему МУЗ, начать как-то снимать самостоятельный фильм, возможно, даже без бюджета, где искать вообще возможность. Потому что очень многие хотят снимать, но, к сожалению, потом быстро сдаются. Ну, конечно, первое, что приходит в голову, это есть такие сайты определенные, где каждый человек может прислать определенную сумму, понравился ему фильм, не понравился, и он делится своими средствами. Также можно идти напрямую, ломиться в дверь к продюсерам, заявлять о себе, говорить, что вот я, и вот я хочу это снять фильм, и возьмите меня. Но прежде всего, как я считаю, что должна быть вера к своему делу, любовь к своему делу, и только от этого, только изнутри пойдет эта теплота, любовь, и у тебя откроются двери. Главное работать и верить. Хорошо, давайте поговорим о социальной значимости фильма. Как снимать фильм так, чтобы зритель воспринял его правильно, если выбрать данный фильм, мы говорим, раз вы рассказываете о непростых взаимоотношениях между семьями, между людьми в тяжелой ситуации. И как правильно снять фильм так, чтобы зритель, посмотрев, смог перенести на свою жизнь и к другим людям быть добрее? Опять-таки, как снимать этот фильм, все начинается с любви. И это говорю не я, это не один режиссер. Меньшов, например, вот я его в пример приведу, как он говорит про свою «Москва слезам не верит», что только почему, в чем успех вашей картины, это только от того, что у вас идет изнутри. Любовь к каждому своему делу, к подбору группы, к подбору актеров, к отношению на площадке. То есть все идет через это, и я считаю, это основополагающее вообще всего дела. Я заработаю с этим именно. Хорошо. На каких-то зарубежных фестивалях предоставляли свою работу? Да, у нас очень большая фестивальная работа, фестивальная жизнь. Мы прошли финал в США, в двух штатах, в Нидерландах, во Франции, в Израиле. Также мы побывали на российских фестивалях, мы взяли в Питере за лучшую режиссуру, призрительских симпатий. Также мы были в Казани, в Оренбурге, в Барнауле, в Феодосии. То есть я могу бесконечно перечислять и везде. Я бывала на фестивалях, не на всех, конечно, я просто физически бы не успела. И зрители очень бурно реагируют, то есть они спорят, приходят в какое-то эмоциональное воздействие. И жмут руки, держат за руки, говорят, что очень здорово. Мне это всегда очень приятно. Это вас не подталкивало на мысль или желание снять продолжение, то есть полнометражный фильм? Полный метр под этой историей нет, потому что, как и о Генри, он закончил свою мысль. Я тоже в своем фильме закончила эту мысль, и дальше это будет уже растягивание просто этого всего. Если человеку захочется посмотреть продолжение, значит, у меня фильм удался. Значит, ему понравилось и его зацепило. То есть я считаю, что этого фильма нет. То есть в дальнейшем вы сейчас тоже есть какое-то желание? Или вы собираетесь переходить на съемки полного метра? Да. Или пока сейчас только короткометражки? Да, да, мы собираемся. Сейчас разрабатываем сценарий. Мы вот в том же составе тоже съемочной группы будем продолжать работу. У нас на стадии сценария. Вот будем ломиться у двери, чтобы продюсеры и спонсоры нас заметили, чтобы помогли молодым режиссерам. Успех вам держим прямо за вас кулаки. Насколько, на ваш взгляд, ниша короткометражных фильмов развита именно в России, как вы считаете? Короткометражные фильмы развиты. Ребята снимают, ребята стараются, но не все готовы их принять. То есть, допустим, спасибо вам за то, что вы пригласили, потому что это тоже шанс как-то заявить о себе, но не каждый готов взять фильм о себе, потому что зритель посмотрит, а почему на телевидении вдруг короткометражное кино? Что это значит? Зачем они это сюда пустили? Но при этом существуют клубы, существуют фестивали, где множество-множество очень хороших работ присутствует, и ребята развиваются, стараются, нет. Но у нас хорошо, думаю, развито. Только нужно пробивать себя. Ну а все-таки как начинающему талантливому режиссеру стать коммерчески успешным в условиях современного российского рынка, или короткометражных фильмов, или полнометражных? Как вы считаете? Как считаю? Но опять это все возвращается к желанию. То есть, нужно всегда работать, работать, во всех отраслях, везде стараться заявить о себе и при этом верить, что это должно случиться. Вот у меня такая истина. Хорошо, давайте поговорим о ваших планах, целях. Мы все с вами творческие люди. Давайте представим, вот, к примеру, Екатерина, начнем с вас, что у вас есть достаточно финансов, выбор любого актера, то есть, любой географии и любой сценарий. Какой был фильм, в общем, фильм вашей мечты? Какой фильм вы хотели бы снять? Начнем с того, что я люблю визуальную, вот, именно визуальную, и красота. Вот красота – это мое все, Ирина это докажет. Она мне в этом помогает. И я бы, конечно, поехала в экспедицию, в очень красивое место, может быть, горы, может быть, озеро. Я хотела бы, чтобы у нас было очень много времени на съемку, чтобы все актеры, и известные, у них было куча времени, они чувствовали себя спокойно, чтобы мы могли погрузиться в эту атмосферу съемок и снять кино, то, которое останется у всех в памяти, как заставить задуматься о том, что... Ну, не о том, что, а как учебник по психологии, что ли, что они будут возвращаться к этому фильму, когда им будет плохо. То есть, вот, чтобы осталось это у них. Ну, и Оскар получить, соответственно. Ну, это желательно. Хадижа, расскажите, вот, ваша роль мечты. Какую роль вы хотели бы сыграть? При условии всех обстоятельств, то есть, возможностей и так далее. Психа. Я бы хотела сыграть, вот, есть фильм «Сплит». Вот мне просто, ну, это моя мечта. Я бы хотела сыграть столько же образов в одном фильме. Ну, как бы, это вот моя такая цель. Мне еще очень нравится актриса Яна Троянова, вот. И вот с ней я бы вообще, наверное, мечтаю поработать. Пример для подражания есть ли какой-то у вас? Да, вот Троянова Яна, мне нравится, что-то не сегодняшний. Ирина, расскажите, вот, с каким актером, с каким режиссером, точнее, хотели бы поработать и на какой картине, если у вас вот финансы, все возможности, все есть? Я очень люблю такие фантазийные истории. Жанр фэнтези, да? Сейчас объясню. Если говорить о каком-то любимом режиссере, то у меня их много, потому что мне нравятся разные черты. Я, например, вдохновляю... Это даже, скорее, не любимый режиссер, а источник вдохновения. Я вдохновляюсь работами Уэса Андерсона. Я обожаю его за такой вот, за юмор, за иронию, за крафтовость, за его какие-то такие чуть-чуть похожие на мультики картины. Я обожаю Мишеля Гандри за его декорации именно, при том, что он и режиссер, и художник-постановщик обычно в своих фильмах. Но если говорить о том, есть ли режиссер, с которым я вот мечтаю снять фильм, для меня это скорее история вот про дружбу, про взаимное творчество, вот как у нас, например, с Екатериной, потому что когда вместе люди растут и вместе что-то создают, это возможность как раз говорить о том, что важно, да, то есть мы вот на одном этапе, мы говорим о том, что мы там, каждый проживает, и здесь уже другое, другие отношения. Это не учитель-ученик, а это вот именно соавторство, соотворчество, и это то, что мне близко. У вас такой очень успешный фильм, и давайте послужим примером, перейдем к пожеланию, вот Хадижа, начнем с вас, вот начинающему актеру, что бы вы пожелали? Не бояться быть более смелой, наверное, потому что, ну, это мешает, это закрывает везде двери. И без каких-то стереотипов, без каких-то взглядов, да, предвзятых? Да, и просто быть собой и быть смелой. Вот это два, наверное, таких момента, которые у начинающего актера должны быть. Екатерина, а ваше пожелание для начинающего режиссера? Главное всегда двигаться вперед, неважно, сложно это или нет. Если там нужно подойти к какому-то суперизвестному актеру, предложить ему сняться, а он никогда никому не отказывает, всегда идти, потому что, а вдруг, а вдруг это твой шанс, вдруг ты рождена для того, чтобы этому случиться, чтобы он сыграл именно у тебя. Вот всегда верить в себя и идти до конца. Ирина, ваше пожелание? Начинающему художнику постановки. Да. Быть изобретательней, не ждать большого бюджета, а помнить о том, что когда есть рамки, это те условия, когда можно как раз что-то новое создать и как-то проявить себя. Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, вы можете прислать их нам на адрес электронной почты. или пишите нам письма обычной почты у нас в гостях были режиссер-постановщик Екатерина Уварова, буду рада ответить на ваши вопросы, художник-постановщик Ирина Дрофа и актриса Хадижа Байрамкулова. До свидания. Смотрите кинолетопись и хорошее кино. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok